Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот и пригодились сегодня нам вот эти самодельные устройства. Печку, которую я показывала из этого, ну, из титана перегоревшего, муж мне делал. Так как у нас больше здесь никакого отопления нет, и можно было бы дополнительно электрообогреватель поставить, но у нас проводка не выдержит электропроводка. Затопили сегодня эту печку. В 8 утра здесь было 6-8 градусов, на улице 3. Вот за несколько, ну, буквально за короткое время, там, полчаса, час, температура поднялась до 30 градусов. Мне кажется, на день хватит, а в ночь будем топить еще раз. Потому что тут у нас, я вчера показывала, вся вот эта жирненькая рассада стоит, ждет высадки в грунт. Вот один листик, вот этот, видите, белый. Это у нас, у меня он под инфракрасным обогревателем сгорел. Я не знала, как температуру выставлять. Выставила на 30 градусов, и он у меня немножко опалился, как раз под ним стоял. Но теперь я на 15 ставлю, выше не повышаю, вот томатам это не надо. И вот здесь из-за того, что ветер, все хорошо. Печка вроде топится, вот она такая горяченькая. Но из-за того, что ветер, слышите, наверное, шум и гам на улице? Ветер задувает вот в эту трубу, и половина дыма идет сюда назад изо всех щелей. И вот здесь такая атмосфера, как русская баня по-черному. Тут сначала днем был дым, дымок, сейчас дым прошел, а запах копчености осталось. Ну, остались еще будут одни томаты у нас с привкусом копчености. В этом году такая погода, что все томаты волей-неволей будут копченые. Это вот теперь как новый сорт бренд. Копченые томаты, значит, пережили очень сложную весну. Несколько волн похолодания. Сегодня будет у нас здесь очень холодно на улице, поэтому будем топить печку, несмотря на то, что здесь будет и дымок, и запашок. Главное, чтобы спасти вот этих маленьких толстячков. Но тут не только толстячки. Я вчера показывала, что я уже высадила сюда высокорослые. Температура-то здесь нормальная, если бы ночью не было мороза, вообще все прекрасно было бы. Все, до свидания. Вот я вам сказала, поделилась с вами, что первый раз в этом году мы затопили вот эту печь. Она, конечно, пригодилась. А так бы, если бы не было сегодняшнего мороза, так она и простояла бы зря. Вот эта вот вся конструкция сложнейшая. Потом пришлось бы ее выносить. Потом еще зайду на улицу и покажу вам, как с улицы, как где выходит дым. Вот это самоделкины наши. Первое мая из-за очередного похолодания приходится топить печку. Праздничный день не выдался. Погода пасмурная, холодно, летит снег. Неизвестно, что будет ночью. Но так как я уже в эту теплицу тоже высадила томаты, вот муж, который у меня печку сделал на опилках, затопил. Вот это у нас как бы испытание. Посмотрим, насколько ее хватает, насколько градусов она повышает температуру.